Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам, что же со мной произошло, пока я была в России. А также не переключайтесь, далее будет шок-контент, я покажу вам богадельню, в которой прошло мое детство. Последние три недели своего пребывания в России мы готовились к великому переезду. Дело в том, что мы получили квартиру вот в этом вот доме, попав под программу государственного ветхого расселения жилья. До этого времени моя прописка числилась в очень старом разрушенном доме. Правда, государство предоставило нам другую квартиру в маневренном фонде, но я не могла прилетать с Алжира, чтобы завершать все эти перерегистрации. И вот, наконец-то, настал момент, мы попали под эту программу, нам выдали квартиру, мы счастливые и начали переезд. Здесь будет проживать моя сестра с племянницей, так как у родителей есть своя квартира. Мне тоже удалось тут пожить, очень приятно, русские эти виды, просторы, все очень здорово. А сейчас я вам покажу дом, где прошло мое детство. А вот и это прекрасное здание под названием Богадельня. Дому этому больше 120 лет и построено оно Иваном Емельяновичем Кузнецовым. Все тем же основателем фарфоровой фабрики в нашем поселке. Кто не видел видео про поселок, ссылочка появится в правом верхнем углу. Богадельня она называется, потому что здание это строилось специально для одиноких стариков, которые уже доживали свой век, божьих людей. Раньше это было такое прям святое, можно сказать, место. Были даже пристроечки с молебными комнатами. Здание это выстояло во время Великой Отечественной войны. Там прятались люди, насколько я знаю, в подвалах был как госпиталь. После военное время там начали жить люди. Также был там детский сад, который работал, брал деток аж с трех месяцев. Далее квартиры в этом доме стали раздаваться работникам фарфорового завода. И так вот дом заселился. В 2005 году в доме случился очень сильный пожар, сгорела вся середина. Я помню, это была зима, и тушили этот дом несколько дней, потому что прям льют воду, и тут же образуется ледяная корка, да там еще сухой переплет. В общем, середина выгорела, заколотили ее, и люди остались жить только в пристройках по бокам. Но с этого года, в общем-то, уже пошло увядание дома. Сейчас этот дом весь разбирают. Тут выпилили все батареи, поскольку здесь были печки, сняли сверху весь чугун. И теперь пол, балки вот эти железные, и потолок тоже пилят. Ну, здесь уже упал один человек, который занимался мародерством. Не знаю, что дальше будет с этим домом. Из моего детства, конечно, здесь все было по-другому. Сейчас тут просто лес зарос. Все детство у нас прошло вот в этом дворе. Здесь всегда, насколько я помню, стояла лавочка, и сидели люди. Женщины после работы отдыхали, дети бегали. У нас не было какой-то прям площадки, но всегда у нас была тарзанка повешена какая-то. Мы тут качались и играли в лапту. Была песочница, играли. Ну, и, конечно, все сараи наши. Казаки-разбойники, прятки. Во что мы только тут не играли. Сейчас тут, конечно, прям такой лес. Ничего не видно. Вот это вот деревянный туалет. Люди туда ходили в туалет. Вот рядышком построен коричневый. Это тоже туалет. И помойка, вот если идти, поэтому туда. Но заросла. В общем, помойка-то уже никто не пользуется много лет. Была колонка в конце дома. Каждый день мы с сестрой ходили носить воду. Колонку просто спилили, уже ее нет. Здесь жило очень много моих подружек. Было очень весело. Коридоры здесь просто огромные. Они все соединяются между собой. Любили мы бегать. И внизу ползали мы в подвале. И наверху на чердаке ползали. Где мы только не ползали. В общем, раньше дом кипел жизнью. Сейчас тут ничего нет. Но я вас проведу в нашу квартиру. Бывшую. Да, я сейчас рискну. Может быть, даже поднимусь на второй этаж. Посмотрим, если там лестница не разломалась. Давайте, пошлите смотреть. Это вход был в подвал. Там была лестница. Ну, в общем, я помню, как-то мы туда ходили. Мы жили на первом этаже. И это такая пристройщика. Не середина дома. Там еще вроде как особо ничего не валится. Сейчас пройдем, посмотрим. Так, я зашла внутрь коридора. Не буду ничего трогать, никакие двери. В общем, вот если идти туда, это просто очень длинный коридор, который между собой соединяется квартиры. И у нас тоже тут был длинный коридор. Сейчас пойду потихонечку, потому что уже мордеры. Тут все просто повскрывали. Квартиры, шкафы. Вот, кстати, такие кладовки. Шкафы тут стояли у каждого человека. И у нашей двери тоже. Ой, еще наши даже не вскрыты. Не знаю, осталось что-то от нас или нет. Видите, все вскрыто. Вот наша квартира. Вот у нас так была квартира из двух квартир. Когда-то в свое время она была такая солнечная и очень уютная. Здесь вот такой вот, получается, коридорчик. Что здесь дальше? Это была кухня, комната. А это была наша сестра комната. Здесь стояла печка. И мы ее топили каждую зиму. Было очень уютно. Печка, видите, уже выломана. Снято железный верх. Да. Конечно, никаких условий мыться не было. Но у нас у бабушки квартира. Поэтому мы ходили мыться к ней. И вот наша комната. Была очень светлая комната. Прям я помню, как у нас тут что стояло. И самое главное, у нас тут под окнами полисадничек наш. И яблоня. Мы прям с сестрой яблочки рвали. Это вот еще одна комната. Да, у нас тут всегда был подвал. Хранили овощи, фрукты. Сейчас тут просто вот как все брошено. Хлам ненужных вещей. И комната родителей там. Родители здесь вот стоял такой стояк. Помню, прям даже мы сами топили его. Снимали, открывали, точнее, дымоход. Чистили залу. В общем, так прям мое детство прошло. Как в деревне. Ну все, я думаю, что это последний заход. Прощание в этом доме. Больше я сюда уже наверняка не зайду. Вот это наши окна. Здесь у бабушки был всегда сарай. И были и коровы, и куры. Кто у нас еще был? Овцы обязательно были всегда, каждый год. Вот это полисадник наш. Это как дом выглядит сзади. Но здесь до сих пор у людей еще полисаднички и огороды сохранились, поскольку земля разработана. Вот видите, какая архитектура. Смотрите, обратите внимание. Видите, вот там вот такие ямки. Раз, два. И вообще по всему дому много таких ямок. Это от каких-то взрывов, от снарядов во время Великой Отечественной войны. Но дом выстоял. Даже после Великой Отечественной войны он был в очень хорошем состоянии. Просто время, конечно, берет над собой верх. Несмотря на то, что очень солидно построено здание. Здесь вот раньше была колонка. Бегали умываться, пить. А вот здесь вот идти по тропинке. Но опять же все заросло. Буквально две минутки и река Волхов. Побродив вокруг дома, у нас с сестрой такая ностальгия возникла. Мы решили подняться на второй этаж. Посмотреть и показать вам, как же выглядели другие квартиры. Так, все. А я захожу. Да. Сейчас буду подниматься. Посмотрим, как тут потолки. Не падают? Пока вроде все цело. И светло. Я помню, в детстве здесь сидели. Так весело было, как балкон. Столько детей. Столько детей. Но на третий этаж мы уже точно не пойдем. Моя сестра решила все-таки пробраться на третий этаж. Хотя я этого делать не хочу. Господи. Так. Слушайте, она крыша целая. Здесь когда-то жила одна из моих подруг. Не могу вспомнить, в какой комнате. Так. А здесь чердак. Туда я точно заходить не буду. Все. Спускаемся на второй. Так. Это второй этаж. Середина. Это сразу заколочено. А это... Ну так. Здесь, короче, все квартиры вскрыты уже мародерами. Вот, например, вот такая вот картина. Однокомнатная квартирка. Эта квартира еще закрыта. Никто не взломал. Это, вот, чья-то квартира. Нет, это пассивная вещь. А это... Как бы кухня, наверное. Так, двигаемся дальше. Это квартира маминых друзей. Здесь уже валится потолок. Здесь нужно быть аккуратнее. И пол сгнивший. Да, здесь... Уже не так приятно. Ничего себе, я же в детстве была у них в гостях. Что-то прям такая комнатка маленькая. Но такой маленькой она, конечно, в моем детстве не казалась. Сейчас прям малюсенькая. В какой-то период богоделка имела статус памятника архитектуры. Но потом этот статус почему-то удалили. Здание, конечно, до сих пор впечатляет своей архитектурой. Но у меня в памяти она останется навсегда со всеми теми бабульками, к которым мы ходили пить чай, со всеми играми и просто счастливым детством. До новых встреч, друзья. Всем пока.